Контракт заканчивается в этом году. Как Сангерин сказала, стоимость контракта на 1 квартал 4 миллиона рублей. Деньги к вам заложены как таковы в этом году. Но в силу того, что у нас конец, завершение 2019 года шло с отрицательной динамики поступления доходов, с учетом уменьшения земельного налога, с учетом изъятия средств жителями по кадастровой стоимости, настройство не хватило средств на исполнение этой операции. Просто не хватило физических людей. Поэтому коррекция перешла на этот год. Поэтому вот этот краткосрочный кредит беспроцентный, он нам нужен только в режиме того, чтобы исполнить ту задолженность, чтобы у нас проценты не наросли. И все. Но деньги средства заложены. Если поступление налогов у нас... Я ходил по дальнейшему. Заканчивается. У нас в декабре 2020 года наступает 2021 год. Что со священием? Вот теперь третий вопрос. Ну, по второму как? Ну, ладно. Пусть будет третьим. Да, нет. Просто последователь отвечает. Значит, третий вопрос касаемо дальнейшего. Мы на сегодняшний день видим таким образом, что не надо делать никакой концессии. Достаточно просто поменять лампы. У нас уже есть примерный подход. Какие лампы дневного такого освещения, современного освещения. Как мы берем ориентир Мост Победы. У нас необходимо количество люмиков на асфальте. Цена одной лампы по разным вариантам от 5 тысяч рублей до 9 тысяч рублей. И мы в состоянии это заменить самостоятельно. В контракте у нас сейчас находится 7700 ламп. В общей сложности по городу порядка 12 тысяч ламп освещения у нас. Начнем освещение. Поэтому последовательно по улицам. По улице мысли делать. 60 миллионов. 60 миллионов. Ну, если все поменять. Если все поменять. Да, оно примерно так. Оно примерно так. Но это в зависимости от... Там во дворах, например, нет смысла ставить сотки. Достаточно поставить 50-ки, которые стоят на данный момент 3,5-4 тысячи рублей. И этого будет вполне достаточно. Но, в принципе, во дворах, когда освещения хватает, оно не является критичным. Но критичное освещение в основном. То, что мы делали вместе с поддержкой Росгидро, это пешеходные переходы. Самое критичное, их надо освещать усиленно, чтобы водители видели издалека уже пешеходов. И перед пешеходным переходом, и на пешеходном переходе. Здесь надо усилить освещение. А в целом по улицам, ну, это в соответствии со стандартными освещениями. Даром таких улиц, как 30 лет Победы, которых этот участок, он очень широкий, и одиночного освещения просто не хватает. Вообще, по-хорошему, там надо ставить двойное освещение на установку. Поэтому перспективу 2021 года мы увидим таким образом, что мы сами будем заниматься или закладывать вместе с вами, закладывать на замену ламп освещенных, чтобы не платить излишнюю стоимость по подобным контрактам.